ВСКА Хабаровск провел первый домашний матч в сезоне. Он прошел накануне на стадионе имени Ленина. Хабаровские спортсмены встретились с командой Краснодар-2. Накануне матча в Хабаровск пришел циклон, однако игру провели, несмотря на нефутбольную погоду. С подробностями Ульяна Крамаренко. После выездной серии команда готовилась играть дома в аномальную жару. Однако накануне и в день игры в Хабаровске шел проливной дождь. Футбольное поле подтопило. Чтобы игра все-таки состоялась, спасать стадион вышли сотрудники футбольного клуба, подключились военные. Несколько часов они боролись со стихией, убирали воду с поля. Когда увидели утром на разминке, конечно, в таком состоянии было, что водное поло, оставалось только играть. Максимально постарались убрать и воду, все, чтобы сыграть. Потому что вопрос был о переносе даже матча, что не хотелось бы. СКА Хабаровск выходит на домашнее поле в таких условиях не впервые. И все же в начале матча инициативу взяли на себя гости. С первых минут начали атаковать ворота хабаровчан. Но открыть счет так и не получилось. Подача на дальнюю штангу. Удак по воротам, но это так. Зато получилось у хабаровчан. Под конец первого тайма спорный момент, нарушение и пенальти. На перерыв команды ушли со счетом 1-0. Мяч справа, голкипера влево и Давид Караев открывает счет на 45-й минуте игры. Во втором тайме футболисты больше сражались со стихией. Игра так и завершилась в пользу хабаровчан. Первая игра домашняя, она всегда тяжелая. С кем бы ты ни играл, плюс еще погодные. Всегда я говорил, ошибку я могу простить. А без боли, без какого-то характера я не прощаю. Поэтому сегодня было все. Характер, самоотдача, желание. Серия домашних игр у Скахабаровска продлится до начала сентября. Следующий матч спортсменам предстоит сыграть 14 августа с лидером турнира Московским торпедом. Сейчас Скахабаров занимает четвертую строчку турнирной таблицы.